Всем привет! С вами Ольга Чернова, моя огородная азбука. Сегодня 7 августа и томатные гномы спеют очень быстро, массово. Вот сейчас у меня на столе 10 сортов томатных гномов. Я хочу рассказать о большинстве из них, именно о гномах бифтоматах. О моих вот этих вот любимых-любимых, которые крупные, которые сладкие, которые вкусные. Не те, которые для консервации, а именно те, которые для салатов. Начну всё по порядку. Я сейчас сначала покажу вам и назову каждый из сортов, потому что какие-то останутся на завтра, сегодня уже не успею. Вот этот номер 874, полосатый Джереми. Вы уже его в огороде видели. Вот этот вот 893, мгла Винса. Это вот такой вот тоже бифтомат. Вот это вот Юкон Квест. Сейчас посмотрю, какой номер. Это всё новинки, я не все их ещё помню. Подождите минутку. Сейчас посмотрю в тетрадку. А, вот он. 900-9. Потому что гномы шли с 800 номера. Вот до 900 они как дошли. А там уже другие томаты. И теперь через тире будут номера. 900-9. Вот этот 825 Тайдай Фред. Это был в прошлом году. Не новинка. Вот этот 852 Дерзкая Мэри была в прошлом году. Это не новинка. Глаз Тигра. Это новинка. Так, сейчас ищу номер. Тоже. Так, Глаз Тигра. 900-7. Укус Змеи. Так, укус Змеи. 895. Вот он. Моя любимая красавица. Это красота Сьюзи. 875 номер была в прошлом году. Потом. Вот это конфетти. 806, по-моему. Сейчас уточню. Так, так, так. Ждем. Новые, да, 806. Новые сорта еще не помню на память. Старые-то, которые с прошлого года отлетают. И вот этот Электрик. Электрик Пинг. Так. Номер. Подождите. Да что я. Так. 900-2. Ну все. Назвала всех. Я назвала специально, потому что, может быть, сегодня не удастся обо всех рассказать. Начну с самых нежных. Потому что я заготавливала сегодня с них семена. И вот оставила по 2 томата каждого вида. И опрометчиво разрезала сразу. А так как они очень нежные, они очень начали, как уже сникли некоторые. Боюсь, что потеряют они свою форму. Расквасятся. Поэтому начну с самых больших. С самых таких мясистых. С самых нежных. И хотя мне очень хочется в первую очередь рассказать о красоте Сьюзи. Потому что она самая сладкая, самая вкусная. Но начну я все-таки с новинки, которая меня очень-очень поразила. Это Юкон Квест. Томатный гном Юкон Квест. Это новинка этого года. Не выращивала никогда до этого. Поэтому уделяла ему такое особое внимание. Наблюдала за ним. По характеристикам сортовым он невысокий. Есть, конечно, и ниже его гномы. Совсем карликовые. Есть выше его. Но у него такая средняя ростовка. 70 сантиметров. Везде про него написано, что не требует формирования. Не требует посынкования. И это действительно. Я ничего не делала с кустом. Он у меня как шариком вырос. Вот так и получился. Когда Юкон Квест начинает созревать. Зрелище куста потрясающее. Куст маленький. Плодов много. Они огромные, розовые. Очень ярко все смотрится. Конечно, куст заваливается. Сейчас пришла оббирать в очередной раз. Увидела, что опять все накренилось. Я не могу их стянуть вместе. Они их распирают в этой семейке. И очередной гном, который весь кустик облеплен плодами. Который зашкаливающий урожайность. Если учесть еще, что плоды вот такие. Розовые, бифтоматы, крупнющие. То это тоже уникальный сорт. Вот это под номером 909 Юкон Квест. Потрясающая новиночка. Шикарный урожай. Плоды красивые. Похожи на плоды укуса змеи. Но если у укуса змеи высокий куст. То у этого гномика Юкон Квест. Кустик вот он. Все кончается. Юкон Квест дает полноценные вот такие плоды бифтоматы. Смотрите, на разрезе нисколько он не отличается от коллекционных зарубежных вот таких вот редких сортов. Которые считаются лучшими салатными сортами. На разрезе очень красивый. Я его попробовала. У него такая мякоть. Нежная, вкусная. Вот такой традиционный томат. Знаете, похож как на итальянский томат. Я с некоторых пор раскушала все-таки итальянские сорта томатов. Вот у них такой вкус гармоничный, неповторимый. Но сразу скажу, что это не десертный, не такой, как вот это или как вот это. Это прям для сладкоежек. А это просто для любителей традиционных, но вкусных, таких достойных томатов. Сразу скажу, что есть еще один такой похожий томат. Это вот укус змеи. И по вкусу, я вот сейчас сидела, когда семена выбирала, я же все их ела. Я ем, ем, пробую. По вкусу они очень похожи. Но тут различие в чем. Укус змеи, он повыше, с ним немножко похлопотнее. Там нужно немножко формировать пришлось мне. А юкон квест я не формировала совсем. Указано, вес плодов может быть от 80 до 200. У меня даже больше был, 200 с лишним. И вот именно ценится тем, что, это мое мнение, я бы вот такой томатный гном оценила тем, что с минимумом ухода, вот вообще, ну можно сказать, ни с каким уходом, только что привязать к палке, можно получить настоящие вот такие бифтоматы. И в довольно-таки ранний срок начали спеть в июле, в конце июля. Это очень хороший результат для вот таких крупных томатов. Вот рассказывая о томатном гноме юкон квест, я упомянула укус змеи. Значит, ее сейчас следующую будем изучать. Номер 895, это тоже новинка этого года. И вот в сравнении с таким, раз уж у меня попалось, что два томата почти одинаковые по форме, по цвету и по вкусу, но он указан везде, как раннеспелый. Если юкон квест в характеристиках в интернете я читаю среднеспелый, то укус змеи указан раннеспелый. Но вот по моему опыту, по моим наблюдениям, они начали созревать одновременно, что вот этот юкон квест, что укус змеи. Значит, юкон квест, можно о нем сказать, что он среднеспелый, но ближе к раннеспелому, потому что у него кустик немножко пониже, и он побыстрее закончил формирование своего куста. А у куста змеи указан рост его, высота 70-100 см, и по своему строению он все равно выше, чем вот тот юкон квест. Ну, укус змеи на сегодняшний день, он достиг своего предела роста, выше он, наверное, уже не будет. Примерно метр двадцать. Листики, такие же, как у всех гномов, морщинистые, такие толстые, мясистые. Выращивала в этом году без пасынкования. Вы видите, что пасынков много. Несмотря на это, плоды получились не мелкие, хорошие такие. И зреть начали рано. Ну, пока я собралась монтировать видео, укус змеи почти весь вызрел. Несмотря на холодную, такую сырую погоду, у нас две недели лили дожди. Утром холодно, ночью 10 градусов. Куст стоит зеленый. Такой, как сказать, не тронутый никакими ни пятнами, ни болезнями. Можно поэтому судить, что он все-таки болезнеустойчивый. Делаю такой вывод, потому что у нас сейчас стоят ночные температуры 10 градусов. Уже очень длительный период. И так как сырость, холод, это самые благоприятные условия для возникновения вот таких грибковых заболеваний. Укус змеи целые плоды, свежие зеленые листики. Все у него хорошо. И вот сейчас идет уже вторая половина августа. И в это время, конечно, многие томаты могут заболеть. Там начинаются пятна. Смотрите, какая роса на листьях утром. Вот я сейчас вышла специально. Посмотреть еще раз, как выглядит укус змеи. Все росой. Все листья мокрые. В росе холодно было ночью. И такая погода сохраняется очень длительный период. И смотрите, какая буйная зеленая листва укуса змеи. Мне только что не нравится, что она прет и прет вверх. Высокая. А хорошо то, что до... Вот в течение августа, до конца августа она успеет отдать весь урожай, потому что плоды в основном уже все поспели. Описание плодов этого томата почти такое же, вот как у первого гнома. Они розовые, плоскоокруглые. Вкус очень приятный. Это классический томатный вкус. Я вот уже упоминала, что прям напоминают. Прям итальянские томаты очень вкусные, идеальные для салатов. Но опять же замечу, что никакого преобладания сладости в нем нет. Если вот следующее я буду рассказывать красота с юзи, конфетти, то там прям сладость зашкаливает. Здесь нет. Это для любителей таких традиционных, классических помидор, которые очень приятные, но не десертные. Кроме этих двух томатных гномов, которые вот в виде розовых бифтоматов, у меня тут остались, но я мелкоплодные пока не беру в расчет, у меня тут остались остальные гномы, которые вот прям с повышенной сладостью, которые можно сказать десертные. Это имгла Винса и тай-дай Фред. Видите, вот эти два сорта, они как бы относятся к шоколадкам. Все, наверное, знают, что черноплодные томаты, у них повышенная сладость, преобладание сахара над кислинкой. Это вот эти два шоколадных сорта и два сорта бикалоры. Вот эти бикалоры, они кажутся вроде бы тоже одинаковые по вкусу. Тут сладость зашкаливает. Они очень похожи. Ну, конечно, это два разных сорта, потому что этот бикалор, он сверху тигровый полосатый конфетти, а этот бикалор, он сверху желтый, и у него розовая шапочка. Потом этот розовый цвет расплывется по всему полю, но полосок никаких на нем нет. Вот я сейчас с этих сортов и начну обзор десертных вот этих томатов, то есть продолжу. Красота с Юзи выращивается второй год. В первый год мне очень понравилось, что дает крупные плоды, что плоды очень сладкие. Вот в этом сорте как раз преобладание сладости. Куст не очень большой. Красота с Юзи кустами ничем не отличается от своих собратьев гномов. Листики такие же морщинистые. Кусты тоже сильно облествленные, поэтому я всегда в конце сезона удаляю нижние листья. И так же, как большинство гномов, это очень урожайный сорт. Если посмотреть вот так вот, на это скопление плодов, смотрите, друг на друге, ну буквально куст весь, 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 весь увешан. И в конце июля она уже начала у меня помаленьку созревать, а в начале августа сборы уже такие пошли массовые. У гнома красоты с Юзи очень много преимуществ. Это, конечно, вот эта его крупноплодность до 250 граммов. Видите, какие томаты. Может дать полноценный вот такой крупный плод для употребления в свежем виде идеально. Ну, конечно, для всех томатозаготовок, для любителей сладких томатов он прям, ну, стопроцентно подходит, потому что сладкий ну, в любую погоду. Всё равно он генетически способен вот эту сладость сформировать. Мне очень нравится и урожайный, и вкусный, и вот такой вот, как необычный гном, красивый. Тут недалеко от Сьюзи, красоты Сьюзи, ушёл гном конфетти. То же самое могу сказать на разрезе красота. Вот эта бикалорность проявляется вот такими малиновыми всполохами. И если красота Сьюзи, она красная, у неё как напылением идёт сорт, то здесь, наоборот, у неё вот этими полосками, ну, название конфетти, наверное, поэтому, что вот такое вот, как фейерверком каким-то. То же самое. До метра примерно куст и очень крупные плоды. Могут быть до 300 граммов. У томатного гнома конфетти кустик компактный, но он не очень маленький. Вот если сравнить вот Дерзкое Мэри рядом и конфетти, видите, какая разница? У него листики побольше, помясистее, высота повыше, но всё равно. Он, как и все томатные гномы, компактный. И вот в конце июня уже сформироваются вот такие красивейшие плоды. В конфетти, так же, как красота Сьюзи, сладость прям зашкаливает. Это вот два очень-очень-очень сладких сорта. Я знаю, что такие сорта они все любят, но это именно для любителей сладости. Именно сладости в томатах. Так, ну вот. Я рассказала вам о двух бифтоматах с классическим вкусом розовых Yukon Quest и укус змеи. О двух томатах биколор, ну, томатных гномах биколор. Это красота Сьюзи и конфетти, которые особо сладкие. Теперь сейчас осталось рассказать о двух томатах, которые тоже сладкие, но которые сладкие совсем по-другому. Это две шоколадки. Вот у меня Тай-Дай Фред и Мгловинса. Начну с томата Тай-Дай Фред, потому что я его уже раньше выращивала. Ну, то, что он шоколадный, это сразу мы видим по семенам в зеленом геле, по вишневой мякоти, по бордовой расцветке. Но тут, опять же, как в предыдущих двух сортах, один у нас тигровый полосатик, другой однотонный. Они примерно одинакового цвета, такого, как бордово-коричневый, только Тай-Дай Фред у нас с полосками, такой полосатый. Тай-Дай Фред, все знают, что это очень сладкий сорт, такой сладкий, приятный, но у него, как бы сказать, я не могу сказать, что зашкаливает сладость, у него сладость более мягкая такая, не такая, не конфетная, не как у конфетти, но он очень сладкий, в нем почти нет кислинки, я его тоже отношу к десертным томатам. В выращивании он очень прост, ну, так же, как все гномы, и очень урожайный. Если посмотреть на куст Тай-Дай Фред, то пока плоды у нас зеленые, не спелые, он ничем вроде бы не отличается, куст обычный, морщинистый, такой темно-зеленый, но как только плоды начинают приобретать свой цвет, характерный для сорта, то по декоративности куста я считаю вот этот куст Тай-Дай Фред самым-самым красивым. Смотрите, вот эти вот ломти, ну, я их сейчас уже сняла с куста, но вот эти сейчас новые, которые бурые, они тоже покраснеют. Вот такими томатами улеплен весь куст. Вот давайте посмотрим, что осталось. Вот видите, он вроде бы вот с этой стороны. Засвещение у нас плохое, но все равно. Смотрите, какая красота. Плоды идут бесконечным конвейером снизу вверх. Идут, 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 идут. Это сейчас еще только начало августа, а они уже массово спеют. Это очень хорошо для нас, для сибирского региона. Вот этот сорт понравится тем, кто любит экзотику. Вот это вот его пестрота, вот эти полоски, этот шоколадный цвет. Конечно, очень отличается от других. Сладкий, экзотический, урожайный. Переезжаем постепенно к последнему бифтомату, потому что остальные у нас тут мелкие остались. Это мгла винса. Это новинка этого года. Он тоже относится вот к таким шоколадным томатам. Видите, у него тоже там зеленый гель, семянки лежат. Он немножко у меня переспел, я его упустила, поэтому плохо выглядит, не обращайте внимания. Мгловинца томатный гном указан как раннеспелый. Испеть он действительно начал еще в конце июля. И он ничем особенно от всех остальных бифтоматных гномов не отличается. то есть у него плоско-округлые плодики, у него примерно высота 80-90 сантиметров. Единственное отличие, он единственный из всех представленных здесь на столе, это у него картофельные листья. Мгловинкса относится к тем томатным гномам, которые имеют вот такие вот красивые, морщинистые, очень-очень гофрированные листья по картофельному типу. То есть если мы давайте перейдем если мы вот полосатый Джереми рядом стоит у него тоже морщинистые, тоже можно сказать гофрированные листья, но они простого типа. А мгловинкса у них картофельный лист, и это конечно главная отличительная черта, по которой можно вот в этом ряду его отличить. В остальном он от томатных гномов ничего сильно не отличается. Много листви, куст сильно отблиствленный, детерминатный, выше, вот обычно у меня выше палочек не вырастает, такие они компактненькие, поэтому их удобно выращивать на поднятых грядках. этот гном мгловинкса как раз тот тяжесть куста, которого не выдержала у меня деревянная палочка вот завалилась, я принесла металлический вот такой металлическую подпорку, сейчас я его привяжу к ней и покажу вам. Вот я его закрепила на двойную такую опору, теперь могу показать куст. Куст, конечно, отличается тем, что у него картофельные листья красивые, их много, и тяжесть куста она складывается же не только из тяжести плодов, а тяжести вот этой огромной зеленой массы, поэтому я половина листьев, которые внизу уже удалила, и хочу сказать про этот сорт, что он конечно новинка, я ничего про него сильно не знаю, но знаю только, что плодов на кустах много, и спеть они начали тоже в конце июля. вкус очень приятный у плодов, сладость преобладает, кислинки почти нет, тем более у меня вот у переспевших томатов, я их до выходного не сняла, сегодня пришла, они уже переспели, жара, все спеет, они спеют прям как бешеные, сегодня столько гномов наспела, и вот мугла винса это новинка, конечно очень приятно, вот такой, что он прям темно-бордовый, такой приятный цвет, и как вы видите, вот здесь собрались томатные гномы, 10 сортов, и все разные, вот полосатый Джереми, он какой-то охристый, цвет охры, это вот прям темно-бордовый, это малиновый, Юкон Квест, он не то, что розовый, как его пишут, розовый, он прям малиновый у меня вызрел, тай-дай Фред, тоже какой-то бордовый, полосатый, это герзкая Мэри, зеленая с полосками, вот глаз тигра, так он тоже такой, как грязно-желтый цвет, цвет охры, у Кузмии тоже розовый, этот желтый с розовым, красота Сьюзи, это вообще какой-то прям с бордовыми разводами, красный с полосками, фейерверк цвета, и розовый вот этот Электрик Пинг все абсолютно разные, разные по форме, разные по цвету, разные по высоте, разные по вкусу, даже по назначению разные, потому что какие-то вот, возможно, будем завтра пробовать вот этого полосатого Джереми, но я его уже попробовала, он приятный, у него плотная шкурка, возможно, вот эти с плотной шкуркой, они даже идеальны для консервации, а не для салатов, а вот сегодня я вам сказала именно про салатные вот эти сорта, про бифтоматы, про крупноплодные, потому что многие ждали именно этих обзоров, многие хотят посадить гномов, вот этих неприхотливых таких, выносливых, и получить с них настоящие томаты, огромные, вот такие, вкусные, сладкие, для употребления в свежем виде. Все, до свидания, с вами была Ольга Чернова, моя огородная азбука, мелкоту оставим на завтра, завтра электрика разрежем, дерзкую мэри, хотя я уже делала ее дегустацию, но еще раз попробуем, ни разу не пробовала, вот глаз тигра, и покажу, какой джирами, хотя я его уже сегодня покушала, он вкусненький. Все, до свидания. Субтитры создавал DimaTorzok